добрый вечер добрый вечер его зовут пух и он бездомный пух как вини пух вот мы найдем ему хозяина если он будет сидеть с вами его капитализации сразу возрастет хорошо у вас нет аллергии на кошек но 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 поднял у вас есть домашние животные пух а в детстве были домашние животные когда я был маленький у меня были собаки да вы ведь в детстве ходили на охоту уже вот в ребенком выходили расставляли ссылки какие-то в лесу это правда да нет особо никогда этим не занимался отец мой да занимался охотой меня сам я вообще никогда и если ходил иногда на охоту то только так для того чтобы быть рядом с отцом а так охотой вообще никогда не занимался уважая аристократические корни а вообще французские аристократы они всегда охотятся в общем как и аристократы во всем мире на самом деле то есть вам это не передалось с генами аристократическими желание охотиться ну у меня два дедушки один из них действительно был французский аристократ а второй дедушка эмигрант из италии так что от одного может конечно аристократические корни какие-то и остались но второй то был итальянский мигрант понятно а я перед эфиром в фейсбуке попросил своих знакомых чтобы они какие-то вопросы вам задали я сейчас буду задавать вопросы от своих знакомых из фейсбука откровенно говоря я побаиваюсь фейсбука это все мои знакомые которые задают вопросы вам это все либо актеры либо телевизионщики то здесь нет анонимов это все люди с лицом и репутации в нашей стране окей из год хорошо меня просят спросить про спектакль который вы привозили в россию говорят что это потрясающе смешной спектакль что это за спектакль название этого спектакля в россии переводится как пьеру ришару до востребования он сейчас как раз в десяти городах прошел в сибири я был с этим спектаклем новосибирске уфе самаре не отобрал для этой постановки всех известных актеров и других людей с которыми мне пришлось пересекаться по жизни и как будто читая их письма к себе и вспоминаю различные смешные истории вот так и составлен этот спектакль а смешно получилось потому что всегда когда я снимался в фильмах я оказывался бок о бок с очень веселыми людьми и там очень много всего смешного происходило да и в самой жизни ведь тоже очень много веселого и смешного партнером во многих культовых фильмах вашим был депардия вот один из вопросов почему вы не потолстели как депардия ну потому что он кушает очень-очень много и пьет очень много но кстати он ведь производитель вина также как и вы насколько я понимаю вы же тоже вы же француз вы должны пить и вы же какое-то вино по-моему производите если я не ошибаюсь да я занимаюсь вину я его произвожу но видимо жерар все-таки значительно больше пьет этого вина чем я он вообще человек с огромными возможностями если захочет он легко может и похудеть но вот не хочет это все толстые люди так говорят что они могут похудеть когда захотят депардия известен нет он может реально похудеть он для фильмов специально это делал я вам верю депардия известен как бизнесмен вы тоже бизнесмен или занятие вином это так в общем такое французское хобби нет он совсем не бизнесмен он обожает заниматься виноделием он производит вино он создает его а всей коммерческой частью занимается его сестра а он занимается именно созданием вина а ваша сестра никогда не имела отношения к киноиндустрии нет она не имеет никакого отношения к киноиндустрии она как я уже сказал, занимается коммерческой частью его винодельческого предприятия, которым сам Джерар занимается просто ради удовольствия. У вас есть свои виноградники собственные? Это семейное наследство или вы купили специально для разведения вина? Я вообще никогда ни в жизни ничего не получал в наследство. Мой отец все проиграл в азартные игры, а эти виноградники я купил за счет средств, заработанных на фильмах. А где эти виноградники? На юге Франции, рядом с Испанией. Это в нижней части, около моря, недалеко от Перпиньяна, восточных Пиренеев. Понятно. А когда вы последний раз были там, на своих виноградниках, лично? В августе. Я приезжаю туда каждый год минимум на два месяца. И это всегда бывает в январе или феврале, чтобы вместе с аналогом сделать типажи. А вы пили вино от Депардье? Да, давно, правда, очень. А Депардье ваше вино пробовал? Думаю, да, но я уже давно его не видел. Он во Франции уже и не появляется. Ну, конечно, он же переехал в Россию, да? А вы не думаете переехать к нам в Россию? У вас же гораздо больше фанатов в России, чем у Депардье. Ну, Депардье ведь живет один, он сам по себе. А у меня шесть внуков, семья и все во Франции. Я приезжаю в Россию с удовольствием, но не могу переехать сюда жить. Вы знаете, сейчас практика голливудского кино, они каждые 15-20 лет делают ремейки каких-то своих хитов. Вам не кажется, что настала пора сделать ремейки ваших лент совместных с Депардье. Это не зависит от меня или от Депардье. Это зависит от сценаристов или от тех, кто будет все это снимать. Если какой-то сценарист напишет что-то для меня или Жерар Депардье, и это нам понравится, я ведь обожаю с ним сниматься. Но если сценарий будет плохой, то лучше никакого ремейка и не делать, потому что оригинальные фильмы были замечательными. А в современном кино востребована маска грустного клоуна? Не думаю, что можно так сказать. Мне больше сейчас какие-то драматические роли предлагаются. А в трех последних фильмах мой персонаж умирает еще до того, как фильм закончился. Поэтому как-то все совсем иначе. Я читаю вопросы из фейсбука. Если мне предлагают роль, где мой герой не сразу умирает, то уже ничего, уже хорошо. А вы, кстати, думаете о смерти? Да, я иногда стараюсь поразмышлять, но с очень большим юмором. Это не всегда легко. Но стараюсь об этом как-то все-таки с юмором думать. А прежде чем думать о смерти, надо сначала стать взрослым. Отлично, да. Вы знаете, говорят, что у котов девять жизней. У нас только одна. Может быть, у нас восемь. Откуда же вы знаете? Ну да. Вот, кстати, я об этом хотел поговорить. Как вы считаете, есть что-нибудь после смерти? Реинкарнация? Какая-то другая жизнь? Может быть, есть. Но тогда мне хотелось бы, может быть, в кота превратиться? Вы знаете, очень многие люди считают, что сейчас прошла эпоха великого кино, великих режиссеров, сценаристов и актеров, что сейчас технологии имеют гораздо большее значение. Вы согласны с этим? Не думаю так. Потому что все эти спецэффекты, от них быстро устаешь. С возрастом вообще мне кажется, что больше тянет к чему-то реальному. Передача каких-то настоящих эмоций и отношений, а не ко всем вот этим каким-то техническим вещам. А вы видели когда-нибудь какие-нибудь советские или российские фильмы? Да, я видел много русских фильмов. И в российских фильмах очень раскрыто вот это что-то такое русское, необъятное. Эмоции какие-то, совершенно переваливающиеся через край, то есть ничем не ограниченные. А у вас есть знакомые российские кинематографисты какие-нибудь, с которыми вы знакомы лично? Я ни с кем особо не знаком, только с Лунгиным как-то общался, и еще как-то с Никитой Михалковым. Молодых почему-то никого не знаю, хотя мне очень хотелось познакомиться и с молодыми. Так что пользуюсь случаем, призывая молодых режиссеров тоже обращаться ко мне. То есть вам не поступает предложение от наших кинематографистов сниматься? Предложение есть, но, как правило, предлагают сыграть просто какого-нибудь француза. Видимо, не верят, что ли, что я смогу сыграть еще какие-то другие вещи. Например, того же Александра Дюма. Конечно, никогда бы не смог сыграть русского, но это было вообще не похоже. Ненатурально. А вы верите в существование загадочной русской души? Да. Я обожаю в русских именно то, что у вас такая же душа, как и ваша страна. Огромная. Ну и, конечно, бросает вас из одной крайности в другую. Это и какая-то невероятная любовь и эмоции. То есть у вас такая страна крайностей. Ну, вы понимаете, да? Какие-то американские горки. Французы, конечно, более ровные. Ну, а вы считаете, что русские – это европейцы или мы все-таки восточная страна? В Москве, конечно, европейцы. А вот в Хантамансиске там больше азиаты какие-нибудь. Вы такие большие. Между Москвой и Владивостоком вообще никакой связи. Но то, что у вас всех объединяет, это на все 100% абсолютная непредсказуемость. Ничего нельзя предвидеть и прогнозировать. Даже ваше прошлое и то не совсем понятно. Масса вопросов почему-то про баржу, про то, что вы живете на баржу. Это людей почему-то завораживает. Расскажите, почему такой выбор? А я вообще-то в течение 12 лет на ней жил, а потом она утонула. Ну, это я шучу. Просто на самом деле теперь я живу с очень высокой женщиной, и там ей все время приходилось ходить в согнутом состоянии. Ну, вот поэтому эту баржу, конечно, и продал, чтобы купить квартиру с большими потолками. Нет, ну, на самом деле, чем был вызван вот этот выбор баржи? Почему? Вот это было какие-то практические соображения, или такое вот веление души как-то захотелось на воду? Потому что я обожаю воду и постоянно в ней нуждаюсь. Раньше это было сено, теперь мои виноградники тоже все окружены водой. В общем, море — это река, озеро или другой водоем, неважно. Но я всегда должен быть рядом с водой. Вот это самое главное. А остальное не имеет значения. А где вы проводите вот то, что называется словом «отпуск», если вы отдыхаете? Вы отдыхаете в каких-то экзотических местах или это Средиземное море? Куда я только не езжу. Моя жена из Бразилии. Да, бразильянка. Я часто езжу на Амазонку, в Сан-Паулов. Другие города бразильские. Люблю рыбалку. В России часто бываю. На рыбалку? Вы были на рыбалке в России? Нет, в России никогда не ловил рыбу. В Канаде вот ловил. Мне вообще нравится зима, холод. Может быть, если бы у меня было девять жизней, то какую-то одну из них я обязательно прожил бы, как русский, где-нибудь зимой. А в Канаду вы ездите в Квебек? Да. Потому что вам комфортно, когда говорят по-французски? Конечно, так легче для меня. А вы бываете в Африке, в бывших французских территориях, в бывших французских колониях? Нет, туда никогда не езжу. Я езжу на острова, которые в Атлантическом океане. Чем отличается современное французское кино от французского кино 70-х годов прошлого века? Ну, сейчас, скорее всего. Больше на социальную какую-то тематику снимают кино. Социальная драма, социальная комедия, любой жанр, но именно с социальным уклоном. А у меня всегда были такие очень бурлескные комедии. Сейчас такие почему-то не снимают. Вы согласны с тем, что чувство юмора от поколения к поколению меняется? Допустим, фильмы с Чарли Чаплином уже не кажутся такими смешными? Да, думаю, что, скорее всего, так оно и есть. Потому что в свое время я очень смеялся над его фильмами. А вот мой внук, которому 23 года, вообще ничего смешного у Чаплина не находит. Может быть, через 30 лет молодежь не будет и над моими фильмами смеяться. Но это нормально. Ну, а почему тогда драмы того периода смотрятся совершенно нормально? Почему-то это работает только с комедиями. Значит, комедия получается очень неблагодарный жанр. Может быть, да, а может быть и нет. Не знаю. Мне кажется, что и есть все-таки прекрасные фильмы. Больше такие, которые остаются вне времени. Вы жалеете о каких-нибудь фильмах, в которых вы снимались? Да, иногда может быть один или два фильма таких. Я думаю, что можно было бы там и не играть, но не больше. Есть фильм, в котором, может быть, я бы и не стал играть. Называется «Невезучие». Я не знаю, под каким названием он шел в русском прокате. А у вас есть то, что называется проектом мечты? То есть есть фильм, произведение, которое вы хотите, чтобы было экранизировано, и вы бы там сыграли? Я как-то очень верю в судьбу и особо не загадываю. Возможность представляется, делаю, если нравится. Нет возможности, не делаю. Я никогда себе ничего такого не придумываю, что вот, мол, я хотел бы то-то или то-то. Если что-то мне понравилось из того, что предложили, то сразу же говорю «да». У меня никогда не было каких-то карьерных или других планов. Если насчет чего-нибудь и строю планы заранее, так это только насчет отдыха. Это правильно. А бывали предложения, от которых вы отказались сниматься в том или ином фильме, и потом вы пожалели о том, что вы не приняли участие в проекте? Да, я хотел сниматься в одном фильме с Луида Финессом, но сказал «нет», потому что испытывал отвращение к той роли, которую мы мне предложили. А через год Луида Финесс умер. И вот тогда я подумал, что надо было все-таки сказать «да». Вы, когда смотрите какое-нибудь кино, вы примеряете на себя роль режиссера, чтобы вы сделали бы что-нибудь по-другому, другого бы актера использовали бы? Я всегда ставлю себя в позицию обыкновенного человека. Просто посмотреть. Если мне что-то не нравится, то просто выключаю, и все. А вот если нравится, тогда просто с удовольствием смотрю. Журналист очень известной массовой газеты спрашивает у вас через Фейсбук, не считаете ли вы, что фильм «Игрушка» стал сейчас гораздо актуальнее, чем тогда, когда он вышел? Нет, я думаю, что актуальность совершенно не изменилась. Просто это сама по себе настолько актуальная тема, и она как тогда была актуальна, так и сейчас. Это. Зора? Нет. Космонавта? Вот это. Ну, это невозможно. Почему? Ну, потому что это господин, он живой. Я хочу вот это. Вот это? Ну, прекрасно. Главное, не волнуйся. И все устроится. Вы считаете, что успех этого фильма в Советском Союзе, когда не были совершенно понятны реалии капитализма, чем можно объяснить? Понятия не имею. Это у вас надо скорее спрашивать, а не у меня. Почему возникла такая популярность в тех условиях, когда ничего этого не было? Может быть, просто был популярен, потому что вот именно так вы и представляли себе капитализм? Не знаю. Во Франции этот фильм не получил положительных рецензий от критиков. У нас вообще всегда немножко недолюбливали журналистов, и поэтому, естественно, такой персонаж публикой не был принят. А вы вообще читаете критические отзывы на ваши работы? И для вас главная касса, и главное, сколько зрителей посмотрело фильм? Или мнение критиков очень существенно для вас? Нет, я никогда вообще никаких критиков не читаю. Вообще совершенно стараюсь страниться от этого. Потому что если, допустим, будет 10 хороших отзывов, и один плохой, я обязательно начну рефлексировать по поводу плохого. Ну и зачем мне все это нужно? Я хочу наслаждаться жизнью и жить с радостью. Так зачем мне тогда зацикливаться на каких-то плохих вещах? Считаете ли вы, что какие-то ваши работы недооценены критикой или зрителями? Может быть, не знаю. Эта публика всегда знает лучше. Так что, думаю, насчет фильмов это вопрос к публике. Огромное спасибо. Я услышал все, что хотел. Единственное, что я не попробовал вашего вина. Я пробовал вино от Депардье и от Никиты Михалкова. Я обязательно попробую ваше вино и сравню. Если хотите, приходите завтра. Завтра будет дегустация проходить в Итартас. Или хотите, можем принести вам бутылку вина через нашего поставщика. А кто-нибудь хочет взять кота? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что это будет как бы кот от самого Пьера Ришара. Поэтому думаю, что его возьмут обязательно. Я был бы счастлив, если бы его кто-то взял, этого кота. Если никто не возьмет, то я его во Францию заберу. Субтитры сделал DimaTorzok